Такого количества иностранных гостей, какой ожидается на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, в Сочи не принимал даже во время Олимпиады. Поэтому в подготовке фестиваля важна каждая деталь. Одна из главных задач – благоустройство и чистота. Не только в Олимпийском парке, где будет проходить фестиваль, во всём городе, в том числе во дворах многоквартирных домов. Гостей, а их в Сочи приедет по предварительным оценкам порядка 50 тысяч, нужно встретить достойно, подчёркивает Пахомов. Задача задач. Сегодня готовиться к тому, что будет фестиваль молодёжи и студентов. И это огромное количество гостей иностранных. Этому событию будет предшествовать саммит руководителей стран СНГ. Он тоже пройдёт у нас здесь. Поэтому до 10-го числа, до 10-го октября, всё должно быть в идеальнейшем состоянии. Это политическое мероприятие, очень важное для страны. И каких-то рисков быть просто не должно. Риски массовых заболеваний в связи с приездом гостей со всего мира тоже нужно исключить. Чтобы эпидситуация была стабильной, в городе от гриппа нужно привить 52% горожан. Это порядка 260 тысяч человек. 46% уже получили бесплатную вакцину согласно национальному календарю. Остаётся сделать прививки сочинцам по эпидпоказаниям, то есть тем, кто постоянно контактирует с большим количеством людей. Сегодня на планёрном совещании глава города поставил задачу для представителей, для руководителей отрасли торговли, отрасли общественного питания, отрасли нашего производственного сектора. Вот для этих контингентов 25 тысяч человек нам надо привить по платному формату, по эпидпоказаниям. Зашла речь на планёрном совещании и о ночной аварии на улице Медовая. Там уже в очередной раз порвался водовод диаметром 800 миллиметров. Без холодной воды с пяти утра и до середины сегодняшнего дня оставались Хоста, Мацеста, Бытха, Кудепста, а также северная часть Адлера. Причина всё та же – оползень, который провоцирует стройка жилого комплекса – курортный. Буквально неделю назад мы встречались с застройщиком и нашли вариант, скажем так, решения этой проблемы, временного решения, но решения, во всяком случае, аварии должны прекратиться. Мы перенесём трубопровод порядка 200 метров, уберём с оползня и заложим там в коренные грунты. Я не знаю, почему это не делалось раньше, такое решение можно было принять и год назад, сразу. Я не знаю, почему это не делалось. Она не переносилась, она всё время в районе оползня ремонтируется. Переложить водовод МУП «Водоканал» пообещал до 1 октября. Пообещали исправить ситуацию и ряд управляющих компаний, которые, как показала выборочная проверка, делают всё для того, чтобы не бороться с комарами, а размножать их. Домоуправления захламляют территории и не откачивают воду из подвалов. Такая ситуация сложилась в почти 60% из осмотренных многоэтажек. Управляющий компанией, отметил Пахомов, должны быть обязательно наказаны. Кстати, только за последнее время 4 дома управления получили взыскание от Росприроднадзора.